МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели на Микс ТВ. Сегодня их подвожу я, Ромуальд Ванагас. Апокалипсис в конце недели. Снег, метель, град и дождь одновременно накрыли Латвию. Герой недели, министр против мэра. Шоу продолжается. В суде прошли горячие дебаты по делу Линдермана и Вики Фрейберги на русском языке и с октябрятской звездочкой. Рига вышла из состава Союза самоуправлений в отместку правительству. В Юрмале начинается ремонт концертного зала Дзиндери. Гости радиоболтком, министр и охотник. Комментарий Михаила Губина о плохих приметах. В ночь на пятницу в Латвию пришла зима вместе с ураганом. Дороги занесло, порты закрыли. Можно, конечно, сколько угодно говорить о том, что у природы нет плохой погоды, если ты не за рулем, в доме есть электричество и интернет, или вы не работаете дворником. Да и без метели большие морозы, большие счета за отопление. Какой же будет зима в этом году? Ответ на этот вопрос пыталась найти Марина Шкона. Говорят, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. Однако от латвийских реалий никуда не деться. С приближением зимы все чаще выпадают осадки, ветер меняет направление на северное, а по утрам лобовые стекла автомобилей украшают узоры от мороза. И все бы ничего, если бы знать о такого рода неприятностях заранее. Но, несмотря на технологический прогресс, синоптики продолжают ошибаться в прогнозах и расстраивать латвийцев. И в этом нет ничего удивительного, ведь в Латвии, как выяснилось, ни один вуз не подготавливает профессиональных метеорологов. У нас нет образования, у нас нет и этой технической базы, чтобы создавать прогнозы. Нет научных исследований в этом направлении метеорологии, климатологии, атмосферной физики, динамики. К сожалению, как не началось это исторически, так оно и не развивается в наши дни. И из-за этого мы должны все время как бы всему новому учиться у своих коллег, особенно в Западной Европе. Впрочем, Латвийский университет все же дает студентам географического факультета тот необходимый минимум знаний, чтобы читать синоптические карты. По словам доктора географических наук и исследователя Латвийского университета Раймонда Каспаринскиса, ежегодно несколько выпускников факультета все же находят работу в Латвийском центре среды геологии и метеорологии. Правда, доучиваться и получать действительно необходимые для работы синоптиком навыки им приходится уже вне стен университета. Наши студенты, значит, кончили университет Латвии факультет географии и земельных наук и потом повышают свою квалификацию ежегодно на другие эти большие страны. Несмотря на отсутствие необходимых ресурсов для более-менее точного прогнозирования погоды, зима приближается, вне зависимости от того, что о ней говорят. Неофициальные прогнозы, кстати, не так уж суровы, как могли бы быть. Например, известный латвийский фенолог Виллис Букшс указал на то, что обильные осадки ожидаются в Латвии только в январе. Правда, в феврале латвийцам, очевидно, снова придется пережить хорошо знакомые февральские морозы. В феврале 2013 года, по словам Букшса, столбик термометра может упасть аж до минус 34 градусов. Каждый день как-то намечают, какая зима будет. В общем-то, говорить, что, если так, в двух словах, то снега будет на сантиметр больше, чем предыдущая. На один градус мороз крепче тоже, если так сравнивать с прошлой зимой. Так что зима будет, в общем, ну, нормальная зима. В прошлом году ученые, это были россияне, но они работают в немецких метеорологических центрах, они смогли, изучая температуру воды на северных морях и в Балтике, в ноябре месяце предсказать волны холодного воздуха в конце января и феврале. Вот если в этом году, в ноябре, действительно будет та же самая схема, то есть температура воды в северных морях и в Балтике будет выше средней нормы, то тогда с очень большой вероятностью можно ожидать, что в январе-феврале будет очень холодно. А вот Латвийский Центр Среды Геологии и Метеорологии пока опасается предоставлять точную информацию относительно того, насколько суровым будет это время года. У нас теплая осень была в 2000-2006 и 2008 году, то, в принципе, надо сказать, что после этих теплых октябрей у нас была также и теплая зима. Но я сейчас не берусь утверждать, что у нас в целом будет теплая зима и в этом году, после того, как у нас наблюдалось в целом теплый октябрь. Гораздо более разговорчивым оказался исследователь ЛУ Раймонд Каспаринский, с которым признался, что синаптические прогнозы до сих пор являются его хобби, хотя он уже давно не работает в местном метеоцентре. Очень релативно теплая осень у нас была и позже начались заморозки. И мы видим, что деревья сразу начинаются листопад и деревья красятся в желтые цвета. Это одни из тех параметров, что мы можем думать или предсказать с большой вероятностью ошибки, что будущая зима может быть такая же самая, как была 2009 до 2011 года. Подводя итоги, получается, что однозначного мнения по поводу предстоящей зимы у специалистов и любителей предсказывать погоду попросту нет. А это значит, что автоводители могут попросить у высших сил нескользких дорог, детишки побольше снега, а обитатели загородных домов теплой и сухой зимы, как в декабре прошлого года, например. Чья победит, покажет время. И не броните, пожалуйста, погоду. Помните, если бы она не менялась, 9 человек из 10 не смогли бы начать ни одного разговора. Марина Шкода, Влад Васильев. Специально для Микстова. Героем недели и тренажером для остроумеополитиков, политологов и просто желающих оставался министр по делам среды и регионального развития Эдмунд Спруджс. Напомним для тех, кто все пропустил. Он прославился тем, что решил снять с должности венспилского мэра Айвара Лембрекса. В результате он смог только отстранить председателя дома от его обязанностей, что, в общем, почти ничего не дает, и вызвал на себя огонь острот, касающихся самых разных частей его тела. Нет, ну, с министерством-то мы работаем, у них, с ними надо решать довольно много разных вопросов, вот только они акцептировали наше изменение территориальном планировании венспилса, что важный документ, новый совсем, и по целому ряду других вопросов мы работаем, но это работа не с Пручем. Пручь, политический клоун, поставленный руководитель министерством, в котором он ничего не знает, он ничего не понимает, и, как видно, даже не старается вникнуть в дела. И всем говорит, что он Айвара Лембрекса снимет с работы, но вот я здесь сижам могу сказать, это все билибрида, он даже желая снять меня с работы не может, потому что, ну, просто не может, он желает, но не может, и ему кишка будет тонка, что это сделать. Спикер Сейма Соловита Аблтония назвала поступок с Пручь со мальчишеством, отметив, что он сам не смог объяснить, почему принял такое решение. А специалист по общественным отношениям Марцис Бендикс пошел еще дальше. Он придурок, профессиональный придурок, а с придуркой и спросу нет. И председатель парламента Соловита Аблтония так и сказала с утра. Ну, она другим словом немножко. Ну, да, мальчишество назвала. Ну, он все-таки уже не 16 лет ему, не 14. Хотя он, ну, как, так сказать, бывший бизнесмен, который покупает свой диплом по почте и никак не может на почту сходить, и так и остался без вещего образования. Ну, вот, а сейчас, понимаете ли, грозит в телевидении в своей стране, воры должны сидеть в тюрьме, ну, и что? Он написал бумагу, содержание которого такое, что до сих пор Ленбергс не мог выполнять обязанности депутата, а сейчас не может выполнять обязанности депутата. А, ну, круто, ну, круто. Это министр нашей страны. Естественный придурок. Самородок. Да, самородок. Его не надо. Это там... Он просто... Человек плохо себя чувствовал, что, ну, год прошел, ничего толком он не сделал, ну, может быть, слава богу. Да уж. Ну, и вот решился на такую, так сказать, отважную глупость. В свою очередь, вице-мэр Риги Андрис Америкс предположил, что вся эта история чистой воды пиар и заявил, что Рижская дума таких поступков министра не боится. Нет, тогда господин Спруч не дружит с головой, если он это делает, или законом, точнее. Он имеет право отправить в отставку только мэра. Но я думаю, что лучше пусть господин Спруч дальше занимается пиаром по Венспилсу. Во вторник Рига приняла окончательное решение выйти из Латвийского союза самоуправлений. Это решение было принято большинством депутатов на внеочередном заседании Думы. По словам мэра Риги Нилу Ушакова, такой демарш латвийской столицы привлечет внимание к вредительству, которым занимается кабинет министров. В свою очередь в самом Латвийском союзе самоуправлении решение Риги выйти из состава организации считают поспешным и ошибочным. Считаю, что это была ошибка. В Риге не надо было такое решение принять, но они такое приняли. Обоснование было тоже публично сказано, что таким образом хочет правительство наказать с выходом. Но фактически при чем тут правительство? Правительство еще радуется, что Рига вышла. Я думаю, что хотели правительство наказать, наказали союзом управлений. Но я думаю, что мы все разберемся и все станет на свои места. 25 октября в суде Центрального района города Риги прошли дебаты по делу Владимира Линдермана против экс-президента Латвии Вайровики Фрейберги. Они использовались правозащитником Иларионом Гирсом с целью пропаганды партии за родной язык. Такое мнение в интервью Микс ТВ высказал адвокат экс-главы государства Ромуальд Ванцович. Он подчеркнул, что доказательством этому служит октябрятский значок на пиджаке Мы считаем, что эти дебаты использовались господином Гирсом с целью пропаганды. Я понимаю, что он готовится к участию в муниципальных выборах и яркий пример тому октябрятский значок на его одежде. Если представитель ИСЦА появляется на судебном заседании с октябрятским значком на пиджаке, это объясняет, каких целей он хочет добиться. Мы уверены, что суд вынесет справедливое, обоснованное решение, в результате которого иск будет отклонен. На прошлом заседании мы просмотрели полное интервью с Вайерой Вики Фрейбергой и там понятно, что она говорила, чего не говорила, а также каким образом она это делала. В свою очередь, сам Иларион Гирс не видит в октябрятском значке ничего предусудительного. В интервью Микс ТВ он оказал, что у адвоката Вики Фрейберге он также имеется в наличии. Упрок не принимается. Мне его дали и в отличие от него ему тоже его давали. Я не отказался. Он, кстати, был в советское время судьей и, я полагаю, присягу даже давал. Но он отказывается. и забывает. А я не забываю. Вот он даже русский забыл сегодня. И хотел, чтобы я участвовал, чтобы мне не давали право высказываться на родном, но гражданский процесс предусматривает такую возможность. Я и воспользовался. В Латвии редко люди пользуются этим. Я считаю, что надо делать это чаще. И да, принципиально воспользовался этим правом в этом деле. Впрочем, прозначок это полная чушь, это эмоции. Следующее заседание состоится 8 ноября. Напомним, что Владимир Линдерман обратился в суд с иском о компенсации морального ущерба на 5000 латов. Ответчиком в данном деле выступает экс-президент Латвии Вайра Вики Фрейберга. Поводом для иска стали ложные, по мнению политика, сведения о нем, опубликованные в Латвии Савизе. На этой неделе в торжественной обстановке руководство Юрмальской думы передало ключи от зала Дзинтери строительной компанией Рендре. Юрмальская дума возлагает большие надежды на строителей. После реконструкции зал Дзинтери будет работать круглый год, ведь кроме концертной площадки здесь появятся гардеробная, гримерные, душевые с туалетами, будет обновлен подвал и построено новое кафе. Подробности в нашем следующем сюжете. Скрытый в недрах концертной площадки Дзинтери малый зал обладает уникальной акустикой и при этом это памятник архитектуры. Зал был построен еще в 1936 году и выполнен с элементами национального романтизма. Правда, с тех пор он не ремонтировался. Конкурс на его реконструкцию в 2007 году выиграло архитектурное бюро Яун Романс Ун Абала. Авторы проекта удивили комиссию необычной идеи исторический вид фасада дополнить современными функциями. Идея была так, что мы эти новые помещения ставим под земной. Они снаружи вообще не будут видны. Снаружи будет видна только реставрация этого здания и фасада и снутри тоже интерьер архитектурное будет полностью реставрирован. Он будет выглядеть я думаю в 10 раз лучше чем сейчас он выглядит. Он просто в течение 70 лет здесь никакого ремонта не было. он очень много пострадал и сейчас главная реставрация задача то что высшей землей сохранить и сделать этот интерьер как он был в 30-х годах. Юрмальская дума возлагает большие надежды на строителей и архитектурное бюро. Ведь концертный зал в Центере важен не только для города и даже для Латвии. Это объект европейского значения. Его название неизвестно далеко за пределами страны. Меня обнадеживает то что наш партнер строительная фирма Рей с очень хорошей репутацией. Мы можем вспомнить реконструкции работы в Рижском театре в Риге. В Русском театре в Риге тоже Биржеса на Домской площади это их работа. Еще очень многие работы где вообще нету претензий ни у кого. Потому что я много справок наводил тоже как мои коллеги мэры городов отзываются и посмотрел сам объекты. После реконструкции зал Центере сможет вместить 460 гостей. Он будет работать круглый год и кроме сцены здесь появится гардеробная гримерные душевые с туалетами будет обновлен подвал и построено новое кафе. Мы планируем все работы провести до начала 2015 года с двумя технологическими перерывами которые будут в течение летнего сезона. Первый из них начинается в июне середине июня следующего года и тогда через год еще один перерыв. И в принципе в процессе этой довольно комплицированной долгой протяженности работ мы получим в конце очень красивый концертный зал с хорошей акустикой. Директор дзинтеру концерт заверил нас, что реконструкция малого зала никак не помешает мероприятиям проходящим летом на большой эстраде дзинтере. Наконец-то появилась возможность что будет реконструкция потому что зал уже как бы 76 лет уже такой какой она есть и что мы будем работать лучше чем уже мы работаем. Главный вход в комплекс будет построен в ультрасовременном стеклянном павильоне рядом с кассами через подземный коридор в котором разместят гардеробную и кафе можно будет попасть и в сам концертный зал при этом зал будет выполнен в стиле арт-деко 30-х годов. Через сейф проходы когда поднимется вот здесь где уже темный такой 36-го года интерьер вот этот ход будет как путешествие через тональность через время мы начинаем с сегодняшнего павильона входа он такой светлый и медленно медленно мы приближаемся вот более таким темным помещением при этом общие затраты по проекту реконструкции составят 8,5 миллионов латов эту сумму из своего бюджета выделит самоуправление Юрмлы позаимствовав их сначала из госказны под очень выгодный процент конечно немножко жаль что такой объект мы ходайствовали мы обращались обращались ко всем буквально начиная с президента кончаясь министром культуры ну как-то не получил прямого прямой поддержки от государства тоже потому что я думаю что этот объект не только важен для Юрмалы но и для Латвии и вообще и не только даже для Латвии как такой якорный объект для города для Латвии и как для концертной жизни я думаю даже всей Европы 10 лет шла Юрмала к этому дню а теперь осталось дождаться 2015 года чтобы в концертном зале дзинтере было не стыдно принять звезд любой величины Ирина Шматкова Элина Бикульча специально для Микс ТВ Тыква выведенная в Северной Америке за три тысячелетия до нашей эры в Латвии является одним из самых популярных осенних даров природы корреспонденты Микс ТВ побывали на открывшейся в музее природы выставке тыкв и выяснили как еще можно использовать ярко-оранжевый овощ в последние дни октября Мамушка Чудо-Юда Каштанка Сентябринка Рогатик Такими ласковыми именами награждает селекционера сорта тыкв На выставке в Латвийском музее природы их представлено 123 из которых 15 в этом году выращено в нашей стране впервые Среди новинок особенно поражает воображение легендария больше похожа на очень длинный до двух метров кабачок Других диковинок тоже достаточно Тыквы отличаются как по цвету от почти коричневых до бледно-голубых так и по форме от грушевидных до наделенных множеством рожек Ну а еще тыква это чемпион среди овощей по содержанию железа и витамина С так необходимого осенью в период простуд Авиценна писал что если бы человек в течение своей жизни с рождения до самой смерти каждый день ел тыкву к врачам бы ему обращаться не пришлось думаю к этому совету стоит прислушаться В музее природы можно приобрести не только саму тыкву но и цукаты и масло из нее острый тыквенный салат с чесноком и прочие вкусности А в последний день выставки 4 ноября состоится распродажа абсолютно всех экспонатов Будут проданы и тыквы-гиганты Самая тяжелая из представленных на выставке тянет на 42 с лишним килограмма Ну а вес самой большой тыквы выращенной в этом году в Латвии мы узнаем 30 ноября когда в Рижском зоопарке состоится традиционное взвешивание оранжевых овощей-чемпионов с силачами Раймондом Бергманисом и Дайнисом Загерсом Ну а еще тыква и ее изображение это один из символов Хэллоуина праздника древних кельтов отмечаемого в ночь на 31 октября и как показал опрос Микс ТВ достаточно популярного и в Латвии по крайней мере среди молодежи Вы будете праздновать Хэллоуин? Да, конечно я ежегодно справляю Хэллоуин А как вы будете праздновать? Ну у нас вечеринка собирается У вас будет только маска или костюм какой-то тоже? Скорее всего буду ведьмой Если на работу не понадобится А обычно вы празднуете? Обычно есть такие варианты когда друзья позвали вместе А где-то дома или в клубы выходили? Ну так в центр в баре просто так погулять и так далее Да, с друзьями буду А где вы соберетесь? В клубе или у кого-то дома? Во дворе на улице И какая программа будет? Просьба конфет у соседей Обычно я в этот день иду кому-то в гости или в клуб Но в этот раз Хэллоуин попадает на рабочий день Может быть что-то устроим на работе? Нет, не праздную Активно не праздную То есть я не одеваю костюм и не выходю на улицу Почему? Не знаю Хороший вопрос Было бы потеплее Может быть я одел что-нибудь Не отмечаю этот праздник Он мне не нравится Зачем из себя делать зомби? Я человек Когда умру тогда и стану зомби Несмотря на то, что люди среднего возраста к Хэллоуину относятся более чем сдержанно Детям разноцветные атрибуты праздника они все же покупают В последние несколько дней очень много людей заходят в основном за масками и костюмами для детей Самые популярные товары это шляпы остроконечные как у волшебников и в виде тыкв парики паучки заколки и декоративные тыквы Ну что же пройтись по Старой Риге в маске тыквы или наряде зомби это действительно развлечение скорее для подростков А вот подкормить организм богатой витаминами тыквы Микс ТВ искренне советует всем Юлия Михайловская Ирина Шматкова Карина Эванс Влад Васильев Специально для Микс ТВ И о гостях Радио Болтком На этой неделе министр образования Роберт Киллис в программе Личное утро рассказал нам о том как он умеет печь блины а охотник Янис Бауманис о том что охота дорогое удовольствие Например один выстрел из лука стоит 16 латов Эти и другие интервью выложены на портале mixnews.lv в разделе mix.tv Я блины готов каждое воскресенье Печете блины тоненькие и переворачиваются на сковородке делитесь рецептами А кто вас научил профессионально переворачивать блины Это Кембридж Это не Кембридж Я научился странно было в Сибири вот они научили меня кидать Ну как вот словами объясните пожалуйста Надо ее чтобы она конечно чтобы он отстал сковороды надо Дай министр объяснить словами В принципе надо довольно тяжелую но с легкой труднее с чугунной надо сковородку тогда можно легче с легкой труднее это делать но не знаю какие-то физические законы что вот если с легкой сковородкой это сделать невозможно практически Я пробовал можно но она всегда как бы падает неровно Часто промахиваетесь Ну иногда бывает Сколько блинов пострадали в результате Эксперимента В минувший векенд Я не бросивал в минувший Единицы десятки В принципе 20 блинов тогда 2-3 может быть Комом Один выстрел одна стрела стоит ну примерно 15 евро а если ты промазал ты эту стрелу потерял так что те которые там стреляют по уткам если один выстрел стоит где-то 20 сантимов они да не считают а вот если ты с одним выстрелом выпускаешь 15 евро подумаешь насколько это как часто это делать И напоследок Микс ТВ напоминает не забудьте перевести часы в ночь с субботы на воскресенье кому особенно не спится могут сделать это в 4 часа утра стрелки переводятся на час назад переведите и ложитесь спать дальше тем более что спать вам предстоит на час больше на сегодня это все итоги недели подводил Румуальт Ванагас а далее Михаил Губин с комментарием о том что не стоит верить в плохие приметы здравствуйте это Михаил Губин вот тут буквально вчера в очередной раз стало ясно что плохие приметы а также дурные предчувствия оправдываются далеко не всегда потому что вчера исполнился ровно год нынешнему правительству под руководством Валдеса Домбровскиса само по себе это уже факт примечательный потому что Валдес Домбровскис не просто очередной физик на посту латвийского президента министров а человек которому первому в истории Латвии удалось возглавить три правительства подряд год назад когда это правительство утверждали в Риге стоял густой туман что многими рассматривалось как плохая примета но это еще ничего потому что в этот же день было солнечное затмение что тоже воспринималось как дурной знак согласно тогдашним опросам населения население в это правительство не верило две трети или 71 процент экономически активного населения Латвии были уверены что новое правительство не проработает и трех лет хотя конечно точность этого прогноза еще не ясна гораздо определённее высказывались политические противники например лидер центра согласия Янис Рубанович утверждал что правительство продержится только до весны а оно как видим продержалось до осени а там и до зимы недалеко впрочем то же самое тот же Урбанович говорил и про предыдущее правительство того же Номровскиса и оно тоже продержалось до осени может быть Урбановичу если он хочет свалить правительство лучше молчать но в нынешнем правительстве сомневался и сам президент Андрис Берзинч он называл его правительством тяжелого компромисса и желал министром стать единой командой кстати недавно сообщил что пока еще не стали значит сомневается и до сих пор более того и сам Валдес Домбровскис намекал что работа им предстоит тяжелая и всякое может случиться в том числе и смена правительства и вот видите несмотря на туман затмения и дурные предчувствия ничего такого страшного не случилось нынешнее правительство Домбровскиса оказалось ничем не лучше двух предыдущих кстати в тот день когда утверждали первое правительство того же Валдеса 12 марта 2009 года астрологи очень тревожились потому что видели как в гороскопе премьер-министра главной темой и заботой становилась тема денег которых как раз и не было но Домбровскис показал себя знатоком народных примет в 10-м году банк Латвии выпустил латовую монету с изображением подковы которая как раз и является амулетом приманивающим богатство если конечно концами вверх кроме того как удалось установить Домбровскис неукоснительно выполнял следующее правило не одалживал деньги Международного валютного фонда во вторник иначе по примете потом всю жизнь жить в долгах брал деньги Международного валютного фонда левой рукой само собой отдавать будет правый никогда не пересчитывал деньги в бюджете поздно вечером естественно все веники в кабинете министров стоят метелкой вверх за этим строго следят и вот таким образом стране удалось выбраться из кризиса ну и конечно повлияло то что валютный Домбровскис по восточному гороскопу металлический кабан с присущим этому знаку реализмом оптимизмом и пророческим даром но интересно что нынешнего президента Андриса Брезенша тоже выбрали в день солнечного затмения 2 июня 2011 года более известного среди астрологов как восход черной луны и мрачное пророчество тоже пока не сбылись потому что президент наш по гороскопу деревянная обезьяна то есть умелый и ответственный работник в общем можно сделать вывод что любое мрачное пророчество или плохую примету вполне по силам нейтрализовать то есть ничего хорошего конечно все равно не будет но и сильно плохого тоже как и у нас сейчас причем это относится и к небесным знамениям кстати в следующем году нас ожидает сразу несколько 25 апреля частичное солнечное затмение можно будет наблюдать из Латвии 3 ноября гибридное солнечное затмение можно будет наблюдать в северной центральных частях Атлантического океана и также в Африке и в зависимости от места наблюдения затмение будет полным или кольцеобразным а еще в ноябре следующего года возможно появление в небе над Латвией большой кометы названия у нее нет только номер астрономы предполагают что она станет самой яркой кометой этого века как известно комета ничего хорошего не предвещает но верю следующему правительству Домбровскиса удастся и с этим справиться так что увидите комету не тревожьтесь хуже уже не будет до встречи астрономы предполагают